Ребята, всем привет! Вы на канале Семен на чемоданах. Меня зовут Славян. В группу инстаграм подписывайтесь, если еще этого не сделали. Мы сегодня в Кучугурах. Поселочек, которые находятся на Азовском море. Прекрасное утро. Посмотрите, сегодня прекрасная погода, немного облачно, но солнце уже дает о себе знать. Очень жарко. Мы остановились вот в этом комплексе. Называется Белая дача. Я хочу сегодня вам показать обзор поселка. Погуляем по центру. Возможно, искупаемся, посмотрим, какой пляж. Полетаем на дроне, посмотрим округу. Также сегодня здесь вечером запланирована детская анимация. Тоже все будет в этом выпуске. Ну и еще много что интересного. Перед тем, как вы начнете смотреть данный выпуск, подписывайтесь на канал. Делайте репост в свои социальные сети. Ставьте лайк. Все это очень сильно помогает в развитии канала. Не буду затягивать. Погнали. Здесь получается вот такой проход к морю. Буквально идти метров 150. И вот уже виднеется морюшко. Азовское. Пляж. Не знаю. Наверное, он без названия. Сейчас вам его буду показывать. В общем, смотрите, здесь можно вот так вот даже подъехать на машинах. Я даже думаю, что можно беспроблемно бросить палатку. И вот и начинается вход. Здесь установили такую калитку с невидимым забором. Так. Ну, я думаю, что сейчас мы обязательно искупаемся. Это у нас уже традиция вместе с вами пробовать на вкус пляжи и заходы в море. И, соответственно, само море. Азовское море, оно мелкое. Не знаю, сколько нам нужно будет идти туда вглубь, но попробуем. Да, красиво осьминог. Такая береговая линия. Смотрите. Туда людей нету. Сюда людей тоже вообще по минимуму. Как кайфово после Сочи. Вообще непривычно. Вот прям очень непривычно, видите, песок. Вот такие затянувшиеся волны. Классно. Да, конечно, в Сочи есть пляжи с песочком. Кстати, если кто-то из вас собирается поехать в Сочи, ребята, у нас есть свой авторский гайд. Путешествие по большому Сочи, где мы вшили весь наш опыт. Какие-то локации, рекомендации, лайфхаки, маршруты, советы, тестопримечательности. Все это есть в нашем гайде. Цена всего лишь 490 рублей. Чтобы его приобрести, просто напишите либо мне в Инстаграм, либо Настеньке. Прямые ссылочки в описании. Приобретайте, изучайте и путешествуйте по большому Сочи с удовольствием и налегке. Ну что, ребята, теперь я готов попробовать, так сказать, Азовское море на вкус. Но на самом деле пацаны уже зашли и скупались. Давайте будем смотреть, какой здесь заход. Как долго идти до глубины. Так. Слушайте, вода нормальная. Отчасти, наверное, даже теплее, чем в Сочи. Но здесь просто... Хоп! Волны. Здесь просто мелко. А волны вообще затяжные, по кайфу. Вот сейчас бы какую-нибудь маленькую доску для серфа. Класс! Песочек! Единственное, что немножко цветет водорослей. Многовато. Но это, наверное, история. Любого берега. Анапы. Витязева. Я не знаю, сколько мне идти. Мы далеко отошли, а мне до сих пор по колено. Сколько идти, не знаю. Ходят же всякие мемы. Ой, какие волны тут. Ух! Ничего себе. Кстати, на Азовском море еще есть обратное течение. Поэтому, если купайтесь, купайтесь аккуратно и лучше от берега далеко не уходить. Кто не знает, обратные волны это волна, которая... Как бы две волны встречаются и между ними проходит та волна, которая вас уносит. На океанах это очень частная история, но на Азовском море она тоже есть. Фух. Слушайте, ну я не знаю, долго на мети. Я поэтому не пойду. Я просто здесь сейчас вот так волну поймаю. Ух! Вот, смотрите, волна идет. Сейчас мы прям под нее вместе с вами. Вода теплая. Класс. Вот еще волна, смотрите. Ух! Посмотрите, какая, смотрите! Ух! От души. Ой, смотрите, какие волны! Вот еще одна. Да! Азов, ребята, прекрасен. Особенно, если у вас с детьми. А еще больше, если вы остановитесь на Белой даче, потому что там детей любят. Так, ребята, смотрите, мы сейчас с вами находимся на улице Красная в Кучугурах. И отсюда начинается такая туристическая движуха. Здесь подкрывалось уже достаточно много палаток, где вы можете приехать, оставить свои денежки, купить себе что-то полезное. Куча всяких гостевых домов, ресторанов, пиццер. Здесь даже есть детская игровая в ресторане. Продают, значит, клубничку. Всякие вкусности сезонные. Даже у них в Кучугурах стоит вот такой вот футрак. Но пока он еще закрытый. Так, здесь, значит, называется этот комплекс сезонный рынок. Ну, то есть от названия все понятно, что работает только в сезон. Здесь еще много что не пооткрывалось, но большое количество палаток уже функционирует. И здесь на территории еще есть даже детский парк развлечений. Он, конечно, небольшой, но сводить ребенка в отдыхе можно. Кто-то поленый пух еще летает. Вот, смотрите. Вот, видите, вон туда заходите и детские площадки, всякие котамаранчики, надуважки. Плетут косички, ну, все по классике, как в любом туристическом городе. Местный повар-кафе. Вот, видите, вот так он называется торговый комплекс Кубаночка. Кубанские овощи, фрукты от фермеров. Но пока там пусто, мало что еще есть. Хороший магазин продуктов. Опять детская площадочка. И мы с вами сейчас будем двигаться дальше прямо и попадем с вами на центральный пляж. Очень мне интересно, как он выглядит. Пляж, на котором мы с вами купались, вы видели. Это, получается, прямо окраина Кучугур. По людям вы сами видели, мало. Хотя к обеду начали уже подгребать людей туда прилично. И вот она уже впереди. Вывеска. Пляж центральный. Виднеется. Так, здесь опять такие туристические всякие палатки, мороженое. Вон есть фиш-спа, рыбкотерапия. Семейная столовая. Так, мы здесь в столовую не ходим. Мы отдыхаем в шикарном месте, называется Белая дача. Там есть плитка, там также есть доставка еды. Может, могут они что-то приготовить. Шашлык, маршлык. Все очень классно и уютно. Здесь, посмотрите, сразу прикольно встречают прокат квадриков. Здорово. Можно покататься тут по этим барханам. И вот он вход. А сюда, вот видите, даже можно подъехать на тачке. Вот так запарковаться. Там, кстати, смотровая площадка. Вот он заход на пляж. Здесь еще все делают. Пойдемте до смотровой площадки. Дойдем. Посмотрим, как все сверху выглядит. А чуть позже, конечно, насматривайте выпуск. Не переключайтесь. Я вам покажу, как это все выглядит с воздуха. С высоты. Ну вот, видите, люди купаются. Прекрасно. Такая небольшая, видимо, если ее можно назвать смотровая, то это смотровая. Желтый флаг. Спасательная вышечка. Песочек. Ну, все как обычно. Иду, и прям слышны детские крики, как они там купаются, наслаждаются. Азовское море очень мелкое. И тем самым оно кайфовое для детей. Потому что безопасно. Зашел. Гляньте, как прикольно. Людей вообще, конечно, пока минимум. Вон там, смотрите, все купаются. Волны, солнышко. Кайф, а? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... Смотрите, здесь даже есть такая небольшая набережная, если ее можно назвать набережной, ну, по крайней мере, сделанная нормально. Он, правда, небольшой такой кусочек, он уже вон там вот заканчивается, где мы с вами стояли, смотрели. Может быть, это, конечно, вообще от отеля просто сделано, да. Скорее всего, от них. О, но виды тут, конечно, вообще бомбические. Гляньте, какая красота. Вот это кайф. Море цветет немножко, водоросли. Но ничего страшного, чуть подальше зашел, и все там, плескайся по красоте. Здорово, слушайте. Вот я бы вообще подумать даже не мог, что есть такое место. Ну вот, да, два капитана. Вот он, спуск на пляж. Давайте спустимся. Прикольно. Идешь в такой зеленой зоне, зеленой территории. Здорово. Вот, видите, и все. И с вами попадаем на пляж. Вот такой тут, ребятки, пляж, песок. Ух, а там вот вообще много людей. Вот мы сейчас туда с вами и пойдем. Давайте к морю подойдем. Слышите, ну здорово. Ну, это, конечно, не битком. Свободно еще очень много мест. Ну и здесь сразу есть вот такая интересная детская площадка. Огроженная территория. Детям прям класс. Ну, единственное, что да, когда солнце, конечно, палит, то здесь бегать с детишками, конечно, не вариант. Еще бы так покрасили бы и обновили, и было бы вообще шикарно. Но в целом, в целом норм. Видите, сюда прям можно подъехать на машине. Вот на эти обрывы. И спуститься к морю. Вот, получается, еще один спуск. И с бетоном закрыли, чтобы люди не заезжали на пляж. Вообще, я видел на пляжах следы. Заезжают. Конечно, это лучше не делать. Давайте посмотрим, как обрывы. А еще самое интересное, что вон там дальше, вон на тех горах, находятся вулканы, прикиньте. Но они не такие, как мы привыкли. Это грязевые вулканы. Я тоже хочу до них добраться, посмотреть. Да, вид сверху, ребята, вам показываю. Блин, ну вообще по красоте. Слушайте, если честно, я даже не мог подумать, что здесь так классно, что Азовское море. Это тоже здорово. Я вот, правда, я удивлен, удивлен, приятно. И если спросить меня, приеду ли я еще сюда, сто процентов. Вот прям сто процентов. Сейчас, смотри, Тёма, по очереди. Сейчас Сережа. Это Сережа. Мы сегодня вечером решили сделать шашлык, картошку, овощи. Ну, собственно, как мы любим. Кто давно подписан, знает. Это наша, прям, любимая. А может, кто-нибудь знает, что включают пираты? Что? Нет, не акула, не угадали. Типа, сейчас место крепко. Не сюда, сюда, быстрее. Вас все, команда ваша, стерпас. Ребятки, вот такой вот выпуск у нас с вами получился. Как вам, как вам, кучугуры? Пишите свое мнение в комментариях. Подпишитесь на канал, нажмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски, потому что в следующих выпусках мы с вами отправимся вот в те горы. Будем покорять вулкан Плевак. Это грязевые вулканы, напомню. Мыс, Пеклы и гору Плевака. Как-то так они называются. Надеюсь, я ничего не перепутал. Я с вами прощаюсь. Увидимся с вами уже завтра в новом видеоролике. Всех обнял. Всем пока.